Иногда нас так и тянет расплатиться телефоном в магазине электроники, чтобы услышать этот прекрасный. Продолжайте оплачивать покупки телефоном с помощью Мирпэй. Привычно безналично. Алло, на телефоне Биггик и Жека Сенин. Скажите, что вам приходит в голову, когда вы слышите фразу «легендарный телефон Нокия»? Почти на 100% уверен, что вы вспомните именно Нокию 3310. Кто не помнит, это тот самый неубиваемый телефон Чака Норриса. Телефон, который при падении повреждает асфальт. Телефон, которым забивают гвозди и который... Ну вот он, короче. 3310 продали тиражом в 126 миллионов устройств. Как отмечают в компании, если все проданные телефоны Нокия 3310 и 3330 сложить в один ряд, то линия протянется от Финляндии до Чили, а это более 13 тысяч километров. Короче, сегодня расскажем о настоящей легенде. История. Для начала вам надо познакомиться с Нокией 3210. Это предшественник 3310 и, что удивительно, даже более популярный. Да, в массовой культуре вы не встретите мемов про 3210 и про нее не пишут с ностальгией. Однако, 3210 была продана тиражом аж в 160 миллионов устройств против 126 миллионов у 3310. Вот на его базе и строили будущую легенду мемов. Но обо всем по порядку. 3310 разрабатывали командой из 40 человек, а руководила ей Лон Трем Миддлтон. Или, как перевел бы промт, одинокий трамвай Миддлтон. В 98 году она заканчивает колледж в возрасте чуть старше 20 лет и сразу возглавляет команду разработки будущей легенды. Это действительно была ее первая работа. Какой-то одинокий трамвай маминой подруги. У вас в голове возникнет вопрос, а почему такая молодая девушка и не менее молодая команда, ведь средний возраст, в которой был около 26 лет, занималась разработкой такого сложного устройства. Ведь в то время телефоны были нужны разве что бизнесменам и прочим серьезным людям в костюмах и с барсетками. А вся суть внезапно как раз в том, что целевой аудиторией 3310 была молодежь и подростки. В рекламных материалах по телевизору постоянно демонстрировали молодежь 18-20 лет. Ну а цена устройства около 160 долларов позволяла приобрести телефон абсолютно всем. Ну а в большинстве российских магазинов он стоил около 12 тысяч рублей на старте. Да, это было не супербюджетное устройство. Были конкуренты подешевле, конечно. Однако качество исполнения зарешало. Несколько месяцев потратили на разработку дизайна клавиатуры и в целом внешнего вида. LongTram хотела, чтобы кнопки управления напоминали улыбку. Ну а цеплять молодую аудиторию решили прорывной на тот момент функцией чата. Дело в том, что раньше каждое сообщение было отдельным письмом. И прочитать всю цепочку сообщений было невозможно. Ну а Nokia, по сути, совершили такую вот маленькую революцию в общении. На удивление, кстати, по словам Анри Холм, менеджера по маркетингу 3310, именно эта функция не взлетела. В 2000 году подросткам на это было попросту наплевать, потому что сообщения были довольно дорогим удовольствием. Да и никто до конца не понимал, для чего нужен этот самый чат. Тем не менее, телефон стал поистине культовым. Это, между прочим, был один из первых телефонов со встроенной антенной. Раньше она торчала и была одними из самых ненадежных частей устройства. Кроме того, эта встроенная антенна ловила связь на уровне торчащих палок, в отличие от той же 3210. А еще 133 грамма против 155 у 3210, сменные рингтоны, создание собственных рингтонов, обои и, конечно же, сменные корпуса. Вот тут можно было развернуться, конечно. Корпуса были золотыми, с узорами, в стиле популярных фильмов. Вот, например, в стиле «Властелина колец», а вот в стиле разных рыбок и собачек. Ну а на форумах ходили легенды, что от китайских корпусов может даже пострадать дисплей. Кроме внешней кастомизации, благодаря мощной начинке можно было сделать кастомизацию внутреннюю. В разного качества журналах были страницы с обоими и рингтонами, которые можно было получить, отправив смс по указанному номеру. Это все было еще до пиратства, по сути. Для примера, Шнуров на мелодии для фильма «Бумер» в свое время заработал около миллиона долларов только на продаже рингтонов. А это ведь была только его доля и только за одну мелодию. Боюсь представить, сколько заработали все остальные и в целом. Рынок подобной кастомизации был бешеным. Все хотели выделяться. А еще одной фишкой телефона, которая вас выделяла, была вибрация. Это сейчас мы избалованы всякими там таптик-энжинами, а в то время вибрация была только в дорогих флагманах. Либо ее можно было приколхозить. Да, 3210 многим запомнился именно тем, что особо изобретательные разбирали телефон и встраивали в него вибрацию. А в 3310 она была из коробки. Круто же. Ну и Змейка. Та самая легендарная игра, которая на то время погружала в себя гораздо больше, чем PlayStation VR сейчас. Она была настолько популярной, что в 2010 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую популярную мобильную игру. Ну ведь все играли в Змейку. Если кто не играл, напишите в комментарии, но мы вам все равно не поверим. Все играли в Змейку. Можете меня не переубеждать. Еще там была незаслуженно забытая Space Impact, которую я проходил столько раз и с такими на тот момент нервами, что это осталось в моем сердце одним из первых настоящих вызовов и испытаний. Да, еще забавный момент с СМС. Алды помнят, одна СМСка латиницей вмещает 160 символов против 70 символов кириллицей. И тогда СМС стоили, как сейчас годовая подписка на Telegram премиум. Поэтому большинство сообщений были либо очень короткими, конечно же, без пробелов после запятых и вообще без запятых, либо с почти всеми сокращенными словами. То есть надо было вместить как можно больше текста в как можно меньшее количество символов. Ставь лайк, если у тебя получалось. Телефон до сих пор можно купить, что мы и сделали. И первое, что удивляет, когда вы его берете в руки, загружается 3310 из выключенного состояния всего за 8 секунд. Все эти ваши айфоны 23 Pro Plus Max Ultra загружаются дольше, гораздо. 3310 способен работать в режиме разговора 55 часов, то есть более двух дней. И 245 часов, что 10 с лишним дней в режиме ожидания. Телефон был на тот момент Uber прокачанным среднебюджетником. И это первый в своем роде топ за свои деньги. Официально. Иногда нас так и тянет расплатиться телефоном в супермаркете, чтобы услышать этот прекрасный... Продолжайте оплачивать покупки телефоном с помощью Мирпэй. Привычно, безналично. Мемизация. Так как же этот телефон стал мемом? Ну, во-первых, кроме того, что его нужно было заряжать примерно раз в жизнь, телефон был невероятно живуч. Там не было пресловутого клея. Телефон разбирался и собирался буквально как конструктор. Британские ученые утверждают, что все началось с реддита. 4 декабря 2011 года была создана тема под названием «Терминатор сотовых телефонов». Главным героем обсуждения стал телефон Nokia 1100. Там был опубликован мем, в котором утверждалось, что этот телефон хоть и не имеет достоинств вроде камеры или Wi-Fi, но зато может быть уничтожен только в огне роковой горы из «Властелина колец». А 27 декабря 2011 года реддитер с ником «Нейсар» запустил тему под названием «Носталджия», в которой сравнивали новый айфон и старый Nokia 3310. Один падает на пол и разбивается экран, второй падает на пол и разбивается пол. И акцент неожиданно переключился на этого старичка. Уверен, этот мем вы уж точно видели. Тема сначала завирусилась на реддите, а потом и вовсе пошла по миру собирать юмористические сливки. Впервые на русскоязычном мем-пространстве согласно мемопедии телефон засветился на пикабу в 2012 году. Цитата. «Посмотрел август 8-го. Слабенько фильм сняли. Много несоответствий действительности. Они там Nokia 3310 об землю разбили». И тут понеслась. 3310 называли телефоном Чака Норриса. Его топили, сжигали, взрывали. И это я не про Чака Норриса. Но Nokia такое тоже пережила. На ютюбе появился целый жанр экспериментов с Нокией. И на удивление иногда телефон вытворял невероятное, полностью соответствие званию бессмертного. Например, однажды он спас туриста с Тайваня, который ушел в горы с телефоном, потерялся и уронил этот самый телефон с высоты. Но 3310 продолжал работать, и туриста отследили по сигналу телефона. Еще был случай, неподтвержденный на 100%, когда телефон остановил пулю, выпущенную полицейским в Гонконге. Потом телефон выстрелил в ответ, обезоружил полицейского и отвез владельца в безопасное место. Говорю же, инфа непроверенная, но звучит вроде подобно. Я в это верю. Телефоном забивали гвозди, что вполне естественно. Давили с помощью гидравлического пресса. Вот тут телефон не пережил испытания. Но я уверен, что это видео в обратной перемотке. И телефон восстает из пепла, поднимая гидравлический пресс. А еще 3310 приезжали танком. Если айфон трескается от пука в заднем кармане, то Nokia не просто выживала. Она еще и работала. Интересные факты. Ну и пара интересных фактов на десерт. На этот раз без мемов, но все равно будет классно. Бывший британский военный Дэйв Митчелл в 2017 году попал в заголовки крупнейших СМИ. По его словам, он до сих пор пользуется телефоном Nokia 3310. А купил его в 2000 году. Легенда прошла. Ирак, Афганистан, огонь, воду и соус карри. Телефон пережил со мной все тяготы. Он часто падал на пол и в соус карри пережил стирку в машинке. Я его просто протираю, высушиваю, включаю и он работает. Рассказывает Дэйв. У 3310 было несколько модификаций. Nokia 3315. Азиатская версия аппарата имела встроенный редактор картинок для обмена через СМС. Автоматическую блокировку клавиатуры и некоторые другие изменения. Nokia 3320. В ней добавлены кнопки вызова, прекращение вызова и две клавиши выбора. Nokia 3330. Отличается от базовой версии цветом корпуса, типом аккумулятора в комплекте, наличием вап и одной дополнительной игрой. Nokia 3350. Азиатская версия аппарата, аналогичная версии 3315. Добавлен вап и разрешение экрана увеличено до 96 на 64 пикселя. Nokia 3361. Данная модель также похожа по клавиатуре на модели 3320 и 3360, но немного отличается дизайном корпуса. Nokia 3390. Североамериканская модель работает в диапазоне GSM 1900. Изменен разрез динамика. Nokia 3395. Североамериканская модель аналогична 3390 с добавлением функции модели 3315. Nokia 3310 засветилась во многих фильмах, причем даже спустя кучу лет после сворачивания производства. Например, им пользуется героиня Тильды Суинтон в фильме «Джулия». По нему разговаривает Николь Кидман в картине «Прежде чем я усну», а в фильме «Восставшие из ада абсолютно все герои, попавшие на вечеринку в зловещий дом», использует Nokia 3310. В 2015 году Финляндия выпустила серию национальных эмодзи, где почетное место в списке заняла, конечно же, Nokia 3310. А в 2016 году казахстанские госслужащие массово скупали телефон после запрета на использование устройств с камерами и так далее в госучреждениях. В 2017 году модель перевыпустили. Компания пыталась сыграть на ностальгии, однако большой популярности она не сказать, чтобы прям снискала. Разве что у техноблогеров и фанатов технологий. Надо же нам собирать просмотры. Ну, разбили, подумаешь, новую, старую-то все равно не разбить. Телефон по праву считается легендарным. Столько мемов, кажется, не посвятили ни одному устройству за всю историю. Это буквально телефон, который был у всех. Первый девайс, погрузивший в мир мобильных игр. Девайс, который позволял создавать музыку на уровне Black Star и даже выше, собственноручно. На нем воссоздал мелодию из бригады, между прочим. А культурный след телефон уж точно оставил колоссальный. Напишите, какие у вас воспоминания связаны с этим устройством. И обязательно ставьте лайк, чтобы мы делали больше подобных интересных видео. Всем спок, хорошего вечера. Пау.